Дмитрий, здравствуйте, это Ирина. Вы можете говорить теперь? Да, 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 могу говорить, хорошо. Задавайте. Подскажите, пожалуйста, какие проблемы больше всего волнуют жителей вашего города, но и региона? Ну, на самом деле, проблемы, которые волнуют жителей нашего региона, они, как я понял, особо не отличаются от тех, которые в другом регионе. Я проводил даже специальный соцопрос, у меня есть видео на канале об этом. Основные проблемы – это безработица, низкая заработная плата, и еще говорили люди по поводу ЖКХ у кого-то работает не очень хорошо. Один человек сказал, что у них отопление промерзает, в общем, такое вот всякое. Кто-то жаловался на то, что пенсионеры в основном не хватает поблизости в хозяйственных магазинах, открыли очень много продовольственных всяких магазинов, таких сетей, а хозяйственных не хватает, далеко надо ходить. Ну, в общем, такое основное – это безработица и низкая зарплата. А в Орше, в регионе, вот примерно зарплата коллегица на среднем уровне сколько рублей? В среднем уровне 350 рублей. 350 рублей. А вот границы у вас недалеко. Часто ли люди покидают территорию республики и выезжают в ту же Россию? Ну, раньше очень часто, если говорить, например, про времена, там, только с 2014 года, то большинство работало, конечно, там, в России. Ездили на Москву, на Питер работать. Но теперь ситуация очень сильно переменилась. Например, вот уже прошлый, позапрошлый год здесь полно объявлений о работе в Польше. И я знаю лично людей, которые уехали, работают в Польше. То есть идет переориентация на Запад, потому что в России, во-первых, стало работы меньше, во-вторых, стали платить меньше, ну и в-третьих, просто часто кидают. И люди, бывает, что ехали заработать, но возвращаются чуть ли не пешком на каких-то там автостопе, на попутках, без ничего. Поэтому многие сейчас переориентируются на Запад. И наши, как бы, структуры демократические активно помогают. Например, ячейка профсоюза РЭП проводила даже, не знаю, один раз или нет, но один раз точно, я слышу, в конце марта, как это сказать, семинар, может быть, о том, как, в общем, как поехать в Польшу, как работу найти, то есть, что там надо. То есть, ну, помогали, активно содействовали трудоустройству, всем желающим. А вот по вашему мнению, как жители считают, кто в этом виноват и что делать в связи с тем, что сложилась такая тяжелая ситуация в регионе? Ну, конечно, сознательные жители, которые более-менее в теме и которые интересуются политикой, они прекрасно понимают, что все идет с центра. Виноват самый главный, то есть, если взять любую проблему вообще в стране, такую серьезную, системную, то виноват, конечно, ну, сами понимаете, кто. Если 25 лет ее не могут решить, то, наверное, виноват не губернатор, не начальник райисполкома, а кто-то выше, кто назначает постоянно не тех губернаторов, кто ведет не ту политику экономическую там и так далее. Ну, если взять простых людей, бабушек, дедушек, то, ну, конечно, они, как бы, бывают наивные вещи, говорят, что, ну, вот тут у нас, как бы, не тот там начальник, вот надо там сменить, начальник завода, там, парохода и прочее. А вот сейчас другого Лукашенко назначит, хорошего боярина, доброго, и он все исправит. Ну, знаете, такое дело. Ну, а что вот делать с этой ситуацией, сложившись, как противостоять, что-то в лучшую сторону, понимаете? Ну, противостоять, в первую очередь, конечно, необходимо работать с людьми, объяснять им, в чем причина проблемы. Люди не должны бояться говорить о проблеме, потому что, например, мы, когда проводили соцзапрос, столкнулись с тем, что многие просто отказываются наотрез отвечать, даже при том, что мы говорим, мы лица там замажем, не покажем вас, и все такое. Все равно говорят, ой, не надо меня там посадят, меня накажут и прочее. Люди боятся и не хотят признавать проблему. Многие говорят, нет, все хорошо, проблемы нет. Хотя мы знаем, что это неправда. В первую очередь надо признать проблему, потом надо объединиться с теми, кто также готов ее решить и вместе действовать. Сейчас у нас будут парламентские выборы накануне, в следующем году президентские выборы. Естественно, они будут фальсифицироваться, власть не даст никогда провести нормальные выборы, как положено. Естественно, народ должен объединяться, обращать внимание на эти проблемы и решать их. Скажите, пожалуйста, а вы намерены участвовать в так называемой парламентской кампании? Да, хоть она и так называемая, но я намерен в ней поучаствовать, потому что в первую очередь необходимо доносить идеи до людей. Я считаю, что парламентская кампания – это хороший фон для того, чтобы можно было вовлечь как можно больше людей. В первую очередь тех, которые даже не пользуются интернетом, например. Есть люди, там слесареваси, грубо говоря, которые не смотрят ютубов, инстаграмов ваших и телеграмов. И как ты их заагитируешь, если только не поставишь пикет, если не будешь разносить листовки, с ними как-то связываться на улице и все. Но чтобы это сделать, необходимо либо платить большие деньги или как-то с властью договариваться, но они, естественно, на это не пойдут. А парламентские выборы – это хороший фон, чтобы легально ставить пикеты и работать с людьми именно на самом низовом уровне. Поэтому да, я намерен участвовать. Скажите, у вас уже есть лозунг к вашей кампании? Лозунг к кампании пока еще нет. Я над этим думаю. Сейчас как раз формируется и инициативная группа. Я сейчас ищу людей, которые могли бы войти в инициативную группу, а также и насчет лозунга, думаю. Сейчас я активно вовлекся в кампанию «Протест Бай» на местном уровне. То есть я создал региональный чат «Протест Бай Орша», и сейчас мы будем заниматься, работать с этой темой. Но, к сожалению, август – не студенческое дело, да и Орша. Тут нет высших учебных заведений, тут есть две тюрьмы и ни одного университета. Но все равно в сентябре будет учебный сезон новый, тут есть средне-специальные заведения, тут же ЖД колледж, МТТ, медицинское училище. Поэтому будем работать, людям объяснять, что к чему, листовки распространять и прочее. И на фоне парламентской кампании, конечно, все это будет проходить. Так что лозунг, я думаю, сформируется. Возможно, добавятся новые какие-то проблемы еще. Еще все только начинается. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.